Так, ребят, во второй части презентации я хотел вам рассказать о других параметрах клавиатуры, которые будут влиять не столько как на игру, а как на общее пользование данной клавиатуры. Потому что в ходе её создания я осознал, что я могу создать не просто игровую клавиатуру, я ещё смогу создать клавиатуру, на которой можно очень быстро и удобно печатать текст, внимание, одной рукой. То есть, да, это действительно так, то есть вы можете быстро печатать и набирать текст, управлять всем этим одной рукой, управлять всей клавиатурой. И это очень важный параметр. И сейчас, собственно, я продемонстрирую вам раскладку. Эта раскладка не случайно, я так кнопочки расставил. И об этом всём мы поговорим, я вам о всём этом расскажу. Также я расскажу оба сочетания клавишек на данной клавиатуре. Потому что я выбирал именно такое сочетание клавиш, допустим, Ctrl-C, Ctrl-V, Alt-F4, ну и другие сочетания клавиш. Собственно, я выбирал, я расставлял эти переключатели таким образом, то, что я чаще всего использую. То, что те сочетания клавиш, которые я не использую, я убрал в край клавиатуры. То, что я чаще всего использую, я сделал так, как мне удобно. Итак, поехали. Смотрим. И я вам объясняю, в чём, собственно, большой плюс изготовления уникальной клавиатуры, когда она изготовлена по вашей руке, собственно, по вашей кисти, по вашим пальцам, когда все кнопочки переключателей расположены эргономично под каждый изгиб вашего пальца и так далее. Это очень важно. Это решает и даёт максимальную эффективность от использования. Итак, смотрим раскладку, и я вам демонстрирую. Смотрите, ребята. Кстати, клавиатура с подсветкой, я ещё ни разу не показывал её полный внешний вид. Ну, давайте я, собственно, это сделаю в третьей части видео, когда я покажу полностью, как она выглядит со всех сторон. Также я покажу, ну, как она подсвечивается, если выключить свет. Ну, тут, естественно, понятно, что дизайн требует лучшего, и в будущих своих клавиатурах, на которые я сейчас уже собираю деньги на новые проекты, которые я буду делать ещё совершенствовательнее, ещё красивее, ещё лучше и эффективнее, естественно, там будет это учтено, и клавиатура следующая будет намного красивее. Ну, ладно, это было небольшое отступление на будущее, сейчас давайте смотреть раскладку. Итак, раскладка данной клавиатуры, сейчас сфокусируемся. Вот, раскладка данной клавиатуры максимально продуманная. Смотрите, первое, что я взял за основу, это то, что я в основном пользуюсь русским языком. Я также пишу и английским языком, да, когда делаю в гугле какие-то запросы на английском, но в основном текст я набираю на русском языке больше и чаще всего. Поэтому я решил сделать упор на русскую раскладку, то есть и расположить клавиши таким образом, чтобы максимально быстро печатать одной рукой, максимально быстро и эффективно. Для этого мне пришлось проанализировать, какие самые частые буквы используются в русском алфавите при написании слов. То есть было проанализировано и взята информация, что какие буквы самые часто используемые, когда мы пишем какие-либо слова. Соответственно, они были расположены таким образом... Ну, тут не буду всех их нюансов рассказывать. В общем, смотрите, суть в том, что вот этот блок, вот этот блок, вот этот блок, да, ну, вот эти крайние нет, а вот эти основной блок, ну, в принципе, основной блок – это самые часто используемые буквы русского алфавита. Вот этот блок, где здесь у нас 6 клавиш, да, 7, 8, вот. Это самые нечасто используемые буквы в русском алфавите. Не то, что в русском алфавите, а при написании каких-либо слов. Поэтому раскладка не случайная. И тоже не случайно, где какая кнопка стоит. О том, как я это придумаю, как я это проанализирую и как правильно расставлять эти кнопочки, я рассказывать не буду, потому что это будет моей коммерческой тайной. И она еще не идеальная раскладка. Еще есть что улучшать. Потому что я сначала попользуюсь этой клавиатурой долгое время. И уже потом у меня есть еще идеи доработки, как совершенствовать эту раскладку. Потому что есть небольшие и маленькие минусы в ней. И когда я уже все это доработаю до идеала, какой должна быть идеальная раскладка, тогда я уже все это дело буду делать в большом масштабе. С большим количеством клавиатуры. А пока это первый образец. Ну и то это уже будет, собственно, намного лучше. Вы можете печатать и набирать текст одной рукой. Вот клавиши и кнопочки, которые я использую чаще всего в русском алфавите. Также я использую и английский алфавит, но не так часто. И смотрите, в чем суть. Суть в том, что при создании данной клавиатуры я не делал упор только на русскую раскладку. Я сделал также упор и на сочетание клавиш, которые я чаще всего использую. И сейчас я открою табличку у себя на компьютере, где я записал все сочетания клавиш, которые я чаще всего использую. И вам их сейчас покажу и расскажу, насколько это эффективно и удобно прожимать эти кнопки на данной клавиатуре. Итак, ну сначала покажу те клавиши специального назначения, которые по одной кнопке и почему я их так расположил. Итак, смотрим. Первая клавиша, она очень важна. Это клавиша вот эта вот, вторая. Когда мы ставим пальцы, вот вторая клавиша, вот это клавиша пробел. То есть мы что-то печатаем, что-то набираем и у нас палец по умолчанию стоит на пробеле. Потому что пробел это самая часто нажимаемая кнопка. То есть мы нажимаем на пробел и мы при печати делаем пробел. Следующая клавиша, которую я расположил, это вот эта вот клавиша. Это клавиша Enter. То есть Enter тоже очень часто используется. И вот поэтому она здесь. Она очень удобна при нажимании. Вот эта клавиша, это клавиша Backspace. Клавиша стирать, да? Поэтому она здесь. Потому что если ты что-то сделал, печатаешь, ошибся и расположил. Ты стираешь. Следующая клавиша, которую именно я пользуюсь, не знаю, как другие, но я этим очень часто пользуюсь, это стрелочки. Стрелочка вправо и стрелочка влево. То есть я, допустим, печатаю, печатаю что-то, и раз я где-то ошибся, и мне надо сдвинуться влево. Я раз беру, нажал влево. Надо справа сдвинуться, и раз нажал вправо. То есть вот таким вот легким движением руки, даже большого движения руки не надо. Вот стоишь, раз вправо, раз влево. То есть я стрелочками постоянно пользуюсь, поэтому здесь стрелочки стоят. А про другие клавиши, которые единичные, специальные назначения, которые очень важны для меня, и я ими постоянно пользуюсь. Это клавиша F2. Вот вы не представьте, но я ей очень часто пользуюсь. Вот она, эта клавиша. Я просто поворотом кисти, вот таким вот поворотом кисти, я до нее дотягиваюсь и нажимаю. Клавишу F2 я использую для того, чтобы переименовать какой-либо документ, папку или еще что-нибудь. То есть переименовать файл. То есть очень удобно. Раз, F2 нажал, все, переименовал документ. Вот также при создании раскладки учитывалось все, все, все. Вот вы даже не представляете, насколько сложно было все продумать. Потому что в русском языке мы используем и другие, собственно, так сказать, символы и так далее. Поэтому для того, чтобы поставить большую букву, нужно зажать Shift, Shift, а потом какую-то букву нажать. И поэтому Shift расположен вот здесь. То есть я нажимаю Shift и могу нажать, вот Shift зажал, могу нажать любую кнопку. То есть видите, пальчики до всех кнопок дотягиваются. Я могу нажать любую кнопку. Не знаю, насколько вам хорошо это видно, но демонстрирую. Нажимаю Shift и нажимаю вот это, вот это, дальний, дальний. То есть я любую кнопку могу сделать большой. То же самое мы все знаем, что при печати текста, при печати текста в русском алфавите есть точка. Вот она, точечка стоит. Я это тоже использую. Смотрите, вот у меня мизинец по умолчанию стоит здесь. Если мне надо нажать точку, я раз, вот так вот, просто легким движением руки я делаю точку. Раз, нажал, раз, нажал, раз, нажал. То есть очень элементарно. И опять я в исходную позицию. Также, ребят, была продумана исходная позиция, где должны стоять четыре пальца. Четыре пальца должны стоять на букве, допустим, J, T, F и B. Ну или на русском языке это O, E, A и E. То есть это основная позиция четырех пальцев. Именно в такой позиции должны стоять ваши пальцы. Вот, и смотрите, что я хотел сказать. Точка у нас есть, да? Но мы все знаем, как неудобно ставить запятую на обычных клавиатурах. Поэтому тут тоже было продумано. Смотрите, я нажимаю Shift, Shift и вот, и мизинец нажимаю. Ну, не очень видно. Давайте покажу. Вот, ну, Shift, понятно, да? Вот палец просто. Берется движение руки, палец, зажал Shift. А вот тут происходит нажатие вот, запятой. То есть если мы нажимаем Shift и этот символ, то ставите запятая. Если мы просто без Shift, то ставится точка. Видите, я продумывал практически все детали. Теперь давайте по другим сочетаниям клавиши пройдемся. Так, сейчас я, одну секундочку. Вот. Ну, так же я расположил, просто быстренько скажу, что расположил здесь Windows. Почему я расположил здесь Windows? Очень важны для меня клавиши, потому что я просто самая часто использую клавишу Windows. Но еще потому, что я использую такое сочетание клавиш, как Windows D. То есть я нажимаю Windows и кнопочку D. А кнопочка D у нас вот она. Вы видите, вверху практически нет никакого движения. Это сочетание клавиш Windows плюс D позволяет мне свернуть все окна. То есть я беру, нажимаю и сворачиваю все окна. То есть легким движением руки я сворачиваю все окна. Также идем дальше. Alt, Shift. Ну, как же без этого? Это, наверное, самое часто используемое сочетание. Смотрите, вот клавиша Shift, а вот клавиша Alt. То есть я вот таким образом очень часто меняю язык. Хоп, хоп. Поменял язык. Надо мне поменять еще раз нажать. Хоп, еще раз нажал. То есть, видите, очень быстро и удобно. Вот смена языка. Вот так вот. То есть здесь у нас находится Alt, а вот здесь Shift. Еще вы, наверное, заметили здесь кнопку F4. Это тоже, она здесь, F4, не случайно находится. Потому что я часто таким образом закрываю документ. Закрыть вкладку, закрыть окно, закрыть документ, закрыть файл и так далее. Если мы нажимаем сочетание клавиши Alt и F4, то мы закрываем документ. И я это тоже очень часто использую. И это максимально эффективно. Я делаю легкое движение. Вот влево просто раз и закрыл окно. Можно использовать мышки, да. Но когда окон много, и не всегда удобно двигать все мышки до крестика. Поэтому я очень часто закрываю окна вот таким вот образом. Просто раз, нажал F4 и позакрывал все окна. Смотрите, в чем суть? В чем суть? То, что я сейчас вам показываю. Вы, наверное, уже поняли, что мельчайшие движения руки, и вы уже прожимаете нужные вам клавиши. Быстро. И какие вам клавиши необходимы? Быстро и точно. То есть нажали и закрыли. Раз, поменяли язык. Раз, поставили запятую. То есть, видите, мельчайшие движения и вся работа выполнена. Вот в чем плюс. Ну, самое давайте теперь пройдемся по распространенным сочетаниям клавиш. Это Ctrl. Вот у нас Ctrl. Это был Shift, а вот он Ctrl. Я по нему сейчас кликаю. Если нажимаем Ctrl-C, вот у нас клавиша C. Давайте сбоку буду показывать. Вот Ctrl-C, это копировать. Видите, все удобно расположено. Под мизинец. А вот V. Я таким образом могу копировать. Вот Ctrl-C и Ctrl-V. Ну, просто я пальцы специально поднимаю, чтобы вам показать. А так я это делаю. Ctrl-C, Ctrl-V, все, да? Ну, чтобы вам показать, я поднимаю пальцы. Ctrl-C и Ctrl-V. Это тоже удобно и максимально эффективно для меня. Расположены кнопки. И самая тоже очень часто используемая клавиша – это Alt-Tab. Ну, как же без этого? Alt-Tab нужно куда-нибудь без этого никак. Поэтому я тоже это расположил удобно. Вот, смотрите, Alt-Tab, Alt-Tab. Хоп. Переключаться между вкладками. Alt-Tab. Вот. Копировать, ставить. Я вам показал Ctrl-C, Ctrl-V. Также Ctrl-Z удобно нажимать, если что-то надо отменить. И так далее. Ну, давайте я сейчас еще промотну. Вот. И что еще я забыл вам показать? А, ну, последнее, что покажу, это то, как я расположил клавиши FN. Да? F, E. Смотрите. Также все это работает следующим образом. Я просто делаю движение руки. Вот. Простое движение руки. Ставлю на FN. И этим пальцем я могу прибавлять и убавлять громкость. Это я тоже очень часто использую. И мне не нужно там... Вот видите, сразу по... Раз. И переключаешься. Если, допустим, мне нужно прожать дальнюю клавишу, то я не серединный палец ставлю, я ставлю другой. Указательный. И прожимаю, допустим, F8. Включить калькулятор. Или вот F8. Включить калькулятор. Ну, я калькулятор мало пользуюсь. В основном я пользуюсь это FN. Прибавить громкость, убавить громкость. И еще, что я часто использую, это клавиши FN и вот это F5. То есть я сюда ставлю безымянный, а сюда F5. И таким образом я открываю проводник. Также я часто использую, допустим, клавиши FN. И я включаю, запускаю браузер FN плюс F6. Я запускаю браузер по умолчанию. И еще то, что я чаще всего использую, это когда я долго работаю с какими-то вкладками в браузере. Я часто делаю так. Я нажимаю FN и нажимаю F7. Вот FN, F7. FN, F7. Ну вот. Что это дает? Это дает то, что я открываю новую страницу браузера. Ну, самое главное, вы должны были понять, в чем суть. Суть в том, что когда вы создаете клавиатуру индивидуально по вашей руке, и вы расставляете переключатели так, как вам удобно, используете те сочетания, какие вам нужны, вы можете намного ускорить и повысить эффективность работы на данной клавиатуре. Поэтому все преимущества и все достоинства данной клавиатуры я показал. Но без недостатков тоже не прошло. Недостатки везде есть и в этой клавиатуре тоже. И как вы уже, наверное, заметили, основной недостаток данной клавиатуры – это ее дизайн. И дизайн оставляет желать лучше. То есть это такой вот грубый кусок дизайна. Вот такая вот клавиатура с таким вот дизайном. Вот. Все. Это, наверное, основной недостаток данной клавиатуры. Это то, что она сейчас некрасивая. Вот. Я вам показал основные клавиши. Также есть и другой вот здесь блок клавиш, цифр и так далее. Ну, не в этом суть. Суть в том, что то, что мне нужно было, я расположил так, как мне удобно. То есть те клавиши, которые я чаще всего использую для максимальной эффективности в игре – это первая основная цель. А потом уже для набора текста и использования для печати, да. Вот. Что теперь в будущем? В будущем теперь есть много у меня идей, что нужно изменить, что нужно совершенствовать. Я уже следующую клавиатуру буду делать другим способом, да, изготавливаю другим методом. Также буду собирать деньги на следующие проекты. Вот. И доводить его до совершенства. Потому что моя цель – стать самым лучшим производителем игровых клавиатур в мире. Именно игровых. Вот. И я буду постепенно идти к этой цели. Вот. Ну и, собственно, просто следующее видео я не столько как о клавиатуре расскажу, а расскажу о своих планах. Это будет третья часть видео, в которой я поделюсь, что я собираюсь улучшить, что я собираюсь изменить и в следующем проекте.